Как работать с Google таблицами? Основные действия в Google таблицах, которые потребуются вам для того, чтобы вносить вправки и изменения в онлайн документы, с которыми вы работаете совместно. Пожалуйста, смотрите ролик до конца, и вы узнаете, что вам необходимо для того, чтобы начать эффективно работать с Google таблицами. Покажу, как производится работа на компьютере, потому что работать с табличными данными лучше на большом мониторе. Покажу в конце ролика, как это делается с телефона. Google таблица – очень эффективный инструмент, который позволяет группе людей вести совместную работу над одним документом. Кто-то создает таблицу для совместного использования. Это может быть какой-то отчет, это могут быть какие-то графики, либо, как в нашем случае, мы сделали таблицу для того, чтобы вести учет мероприятий, чтобы было понятно, в какое время в офисе у нас люди, и какой прибор из четырех доступных сейчас используется, чтобы не было ситуации, когда в одно и то же время на один прибор приходят, например, два человека. Табличка создана. Человек, создавший табличку, отдает доступ к этой таблице. Делается это нажатием на кнопку «Настройки доступа». Доступ может быть с правами редактирования, как вот сейчас редактировать могут все, кто получил эту ссылку. Можно сделать так, что эту таблицу кто-то может только просматривать. Все это делает человек в «Настройках доступа» и отправляет уже нужную ссылку другим участникам совместной работы. Ссылка довольно длинная, такая страшная. Так она выглядит. Эту ссылку, например, я выкладываю в нашем чате вот таким вот образом. И обычный клик по этой ссылке с любого устройства откроет вам Google таблицу. Я сейчас для частоты эксперимента открою ее в другом браузере, где я не являюсь владельцем, чтобы было все точно так же, как на ваших устройствах. Вот я сейчас не владелец этой таблицы, но мне дали ссылку на эту табличку. И я могу, так как ссылка с правами редактирования, вносить в эту табличку изменения. Очень наглядно Google таблицы показывают, кто сейчас работает, вот прям вместе с вами, кто открыл эту таблицу. Обратите внимание, вот значок с изображением нашего фирменного логотипа. Сейчас эту таблицу открыло здоровье, красота и благополучие. Вот в том браузере, из которого я ушел, тоже открыта эта таблица. Мы сейчас работаем с этой таблицей вдвоем, может быть, 3, 4 и более человек, в зависимости от того, кому вы отправили эту ссылку. То есть, пожалуйста, обращайте внимание вот на это место, где указаны люди, которые вместе с вами сейчас работают. Если человек имеет аккаунт Google, оформленный, здесь получается такой осмысленный значок. Если открывается в браузере, в котором нет аккаунта Google, либо он не оформленный, то здесь Google сам вам создает какой-то значок в виде собачки, обезьянки, ну все что угодно. Первое действие, которое вам необходимо, это как внести данные в нужную вам ячейку. Например, вы созвонили с человеком, при открытой этой таблице увидели, какое время у вас свободное. А здесь, конечно, рекомендация какая, лучше сразу себе выбрать несколько дней, в которые вы будете приглашать. И вот на эти дни людей приглашать на тестирование на биопульсар. Эта таблица у нас как раз для этого и создана. Вот я хочу человека пригласить на среду на 16 часов. Неделя, с которой я сейчас работаю, я убедился. Потому что чуть ниже есть следующая неделя, поэтому внимательно контролируйте, куда вы людей заполняете. Итак, среда на 16 часов, место свободное. Я щелкаю мышку на эту ячейку. Она у меня подсвечивается, то есть я сейчас буду работать именно с этой ячейкой. И вы сразу же можете вносить данные. Вот отличие Excel от привычного, например, вам Word, то что здесь не появляется сразу текстовый маркер, который показывает, где вы как бы набираете. Но вам обводится ячейка, потому что Google Таблица или Excel работает с таким понятием, как ячейка. Вот вы выбрали ту ячейку, в которую вы будете вносить. И ввожу текст, например, имя человека. Обратите внимание, как только вы начали вводить какой-то текст, сразу появляется маркер привычный вам текстовый, который показывает, где сейчас производится набор текста. Единственное, что стрелочки влево, вправо сейчас работать не будут. То есть если вы увидели какую-то ошибку и захотите этот текстовый маркер сдвинуть чуть левее, чтобы ее удалить, это у вас не получится. То есть если вы нажмете стрелочку влево, просто перескочите следующую ячейку. Как производить редактирование, я расскажу чуть позже. Итак, имя человека и кто проводит тестирование. Если значение, которое вы вводите, ну, например, вы хотите еще телефон какой-то вбить человека, оно у вас не будет умещаться по ширине этой ячейки, будет происходить то, что вы сейчас видите на экран. Excel начнет переносить текст на следующие столбцы. Тут ничего страшного нет, это нормально для Excel. То есть не волнуйтесь, как это исправить, как сделать чуть покрасивее, тоже расскажу. Итак, вы ввели все необходимые значения по клиенту, имя, телефон, нажимаете клавишу Enter. Это классика, то есть окончание ввода, это нажатие клавиши ввод. В Excel, конечно, можно щелкнуть мышкой на любую другую ячейку и выполнить седействие аналогичное нажатию клавиши Enter. Вот я сейчас так и сделаю. Вот посмотрите, что у меня получилось. То есть, мягко говоря, некрасиво. Человек, который начнет вносить, например, на 17 часов кого-то, выберет вот эту ячейку и начнет вносить какой-то текст. Смотрите, что произойдет. Просто-напросто новый текст обрежет часть вашего. Ну, что тоже, мягко говоря, не очень хорошо и не информативно. Нам необходимо включить режим переноса букв на следующую строку в одной ячейке. Делается это просто. Выбрали ячейку. Только нужно выбирать ячейку, в которой вы вводили текст. Вот если у вас часть текста перешла на следующую ячейку, вот обратите внимание, я выбрал правильную ячейку, и вот вверху в строке формул показывается все содержимое этой ячейки. А если я выберу вот соседнюю ячейку, в которой вроде бы визуально находится кусочек текста, в этой ячейке у меня ничего нет. Поэтому я выбрал правильную ячейку, где находится весь введенный у меня текст. И сейчас для этой ячейки я включу перенос текста на следующую строку. Выбираю формат, ищу перенос текста, переносить по словам. Я сделал так, что сейчас все содержимое ячейки у меня уместилось в одну ячейку. Так как таблица сделана специально с высокой шириной строки, мы видим с вами весь текст. Но если бы строчка была узкая, например, ну такая классическая ширина строки, то после включения переноса текста у вас опять же часть текста бы пропала. Вот для того, чтобы увеличить ширину строчки, или увеличить ширину столбца, то есть все это можно спокойно двигать. Что вам необходимо сделать? Это тоже довольно часто используемое действие, позволяющее сделать таблицу красивой. Хочу сделать строчку пошире. Я навожу мышку на строчку служебную, в которой у меня пронумерованы все строки в моей таблице. И навожу вот на это разделение, где, например, в моем случае восьмая строка отделяется от девятой. Вот я навожу мышку на разделительную полосочку, и маркер мыши у меня меняет вид. Стрелка вверх-вниз. Я прижимаю левую клавишу, и хочу строчку расширить, я просто мышку двигаю вниз до нужной мне ширины. Вот. Теперь весь текст у меня уместился в моей ячейке. Точно так же можно делать и со столбцами. Уменьшать, либо увеличивать. Для того, чтобы таблица была красивой. Итак, с вводом текста, с переносом текста на следующую строчку, и с изменением ширины столбцов и строки, я надеюсь, вы разобрались. Для того, чтобы мы понимали, на каком приборе будут производиться измерения, нам нужно залить эту ячеечку нужным цветом. То есть за каждым прибором мы закрепили определенный цвет. Например, прибор яровой, красный, шуниный, зеленый и так далее. Для того, чтобы залить ячеечку нужным вам цветом, вы опять же выбираете нужную вам ячейку, чтобы она у вас была введена. Ищите в панели управления вот такую перевернутую баночку и нажимаете на нужный вам цвет. Ну, например, на зеленый. Вот, посмотрите, что произошло. Ячеечка у меня залилась зеленым цветом. Но на зеленом фоне крайне плохо виден вот этот синенький шрифт. Поэтому вы можете менять как фон ячейки, так и цвет вашего шрифта. Опять же, выбрал нужную мне ячейку, нажал на соседний значок, изображающий буквку, цвет текста, и выбираю белый цвет. Вот сейчас у меня вообще все хорошо, все прекрасно. Я вам покажу хороший прием, который позволяет вот все эти оформления, перенос текста, заливка, изменение цвета текста делать практически в один клик. Это очень будет вам экономить время. Я выбрал опять же на среду на 18 часов и записываю какого-то человека, вбиваю его номер телефона и указываю, кто будет проводить тестирование. Вот это вот так. Нажимаю клавишу. Теперь мне эту ячейку нужно оформить. Вот то можно сделать. Вы выбираете ячейку, в которой уже включены все необходимые вам атрибуты. Вот я выбрал эту ячейку с нужным мне форматированием. Затем нажимаю вот на такой значок с валиком «Копировать форматирование». Все форматирование с этой ячейки я скопировал. А теперь я могу его перенести или передать нужной мне ячейке, вот этой новой. Я просто щелкаю на эту ячейку, и посмотрите, что происходит. Включается заливка, включается перенос текста. Все прекрасно. Вот эти вот четыре ячейки с фамилиями людей, которые предоставляют приборы, они уже имеют правильное оформление. Поэтому лучше всего выбирать одну из этих ячеек, копировать с нее оформление и щелкать на нужную вам ячейку. Вот смотрите, здесь еще включилось выравнивание по центру. Так смотрится еще значительно лучше. Ну а теперь как вносить правки. Довольно часто происходят какие-то изменения в расписании, люди меняются. Выбираем ячейку, в которую вы хотите внести правку. Исправлять можно несколькими способами. Я вам покажу все три. Первый способ. Выбрали ячейку. Видим, что все содержимое моей ячейки показано в строке формул. Я щелкаю мышку в строке формул и начинаю перемещаться по нужным мне символам в этой ячейке. Удалять что-то, используя клавишу забой, ну то есть классические операции работаем с текстом. И вводить нужные мне значения. После правки нажимаю клавишу интер, значение автоматически сохраняется в этой ячейке. Это первый способ исправления через строку формул. Есть другой способ. Вы два раза кликаете мышкой на значение этой ячейки и уже можете исправлять содержимое ячейки. И прям непосредственно в самой этой ячейке, используя знакомые действия при редактировании текста. Если вместо интера вы будете нажимать клавишу escape, то ваши изменения, которые вы внесли, они не будут сохраняться. То есть содержимое ячейки останется прежним. И еще один способ изменения правки содержимой ячейки это через клавишу F2. Нажимаете функциональную клавишу F2, автоматически у вас включается режим редактирования ячейки. Оказывается их не три, их четыре способа. Четвертый способ это «А, все неправильно». Вы выбрали ячейку и сразу начинаете набирать какой-то новый текст. Старый у вас автоматически исчезает. Вот четыре способа, как вам удобнее, так и правьте. Что еще довольно часто используется при работе с таблицами, да и при работе с любыми документами? Например, вы совершили какое-то действие, которое не надо было делать. В панели инструментов есть вот такая кнопочка, называется «Отменить». То есть нажатие на эту кнопку приводит к отмене действия последнего. Еще раз нажмете, еще одно действие отменится и так далее. Вообще-то вы можете отменить несколько действий, которые вы выполнили. Это бывает очень удобно для исправления каких-то некорректностей, которые вы совершили при работе с таблицей. Ну и довольно типичный вопрос, который довольно часто задают. А как мне вообще все удалить? Я не хочу, чтобы у меня в этих ячейках что-то было. Например, человек не пришел. Как это можно сделать? Вариантов несколько, опять же. Покажу самый простой. Выбрал ячейку, нажал клавишу «Backspace», то есть в которой вы удаляли символы по одному, удаляется вся ячейка. Либо можно нажимать клавишу «Делета». То есть кому как удобнее. Вот я сразу же в одно нажатие удалил весь текст из этой ячейки. Но у меня осталась заливка. Как вернуться к заливке белой? Открыть действие «Заливка» и выбрать «Заливка белая». Или, например, нажать на «Сбросить параметры». Выбрали. Вот то же самое. Либо можно сделать через форматирование. Выбрать ячейку с белым фоном, нажать на значок «Копировать форматирование» и потом кликнуть на ячейки из заливки. Все. Все стало как и было. Конечно, при работе с таблицами можно использовать еще множество других инструментов. Это менять границы, менять выравнивание. Но если вы пользовались каким-то редактором типа Word до этого, то разобраться с этими инструментами будет абсолютно просто. Единственное, помните, что вы работаете с ячейкой. Прежде чем что-то делать, вы выберете ту ячейку, с которой вы хотите производить изменения. Обратите внимание, вот сейчас подсоединился еще один человек к этой таблице. Вот он не использует аккаунт Google. И вот тут неопознанная какая-то штука, какая-то лошадка. Сейчас я вам покажу, как работать с таблицами. Ушел, обиделся. С телефона. Как работать с Google таблицами с телефона. Принципиальных отличий никаких нет. Я вам сейчас показываю свой телефон на Андроиде. Я отправил ссылку на эту табличку. Пришла ссылка мне для того, чтобы я мог работать с таблицей. Я кликаю на эту ссылку. Меня спрашивают, так как на этом телефоне у меня несколько Google аккаунтов, с помощью какого аккаунта будет открываться эта таблица. Я вот выберу вот этот аккаунт и нажму ОК. Обратите внимание, что появляется сообщение, что вы начинаете работать с Google таблицами через Google тиск. Но это как бы не совсем верно, потому что, скорее всего, не все вы сможете использовать. Поэтому вам необходимо открыть их в Google таблицах. Вот видите, появляется вот такая надпись. Если сами Google таблицы у вас не установлены, я вот щелкаю на открыть в Google таблицах, и меня автоматически перекидывают на приложение Google Play, и сразу же открываются Google таблицы. Вот, конечно, если вы планируете работать с таблицами на телефоне, вот лучше начать с этого. Зайдите в Google Play и сразу же установите вот это приложение себе на телефон. Нажимаю Установить. Жду, пока приложение установится. Она абсолютно бесплатная. Нажимаю Продолжить. И вот уже эта же самая ссылка открывается у меня в приложении Google таблицы. Но обратите внимание, что она смотрится точно так же, как и на компьютере. Вот сейчас переключусь на компьютер. Но вот все один в один. Единственное, что, конечно, из-за того, что экран вашего телефона, он, мягко говоря, поменьше, чем экран компьютера, вот вам приходится смотреть вот такую маленькую дырочку. Тут рекомендация какая. Экран можно развернуть, и табличка автоматически у вас вытянется. Обратите внимание, так как в этой таблице, с которой мы работаем с вами, несколько листов, то вам необходимо выбрать нужный лист. Вот сейчас у вас открывается первый лист этой таблицы. Это вебинарный план июль. Вот второй лист – это наши биопульсаровцы. Листаем дальше. Вот они стажеры. И вот он, нужный нам лист. Это график тестирования. То есть вам необходимо пролистать, потому что в этой таблице несколько листов, и измерения мы делаем именно вот на листе, который так и называется, график измерения. Ну а дальше все точно так же. Выбираете нужную вам ячейку и начинаете с ней работать. Но если вам удобнее с телефона, пожалуйста, делайте это все с телефона. Единственное, что инструментальная панель на телефоне, она расположена не вверху, как на компьютере, а внизу. Вот, обратите внимание, заливки, работы с цветом и так далее. Но если у вас есть навык работы с телефона, я думаю, что все вы это найдете. Просто немножко расположено по-другому, выглядит не так, с моей точки зрения, наглядно, как на компьютере. Но телефон – это мобильность, это всегда под рукой, поэтому, конечно, кому-то работать с телефоном будет и удобнее. Вот, обратите внимание, сейчас к работе с этой таблицей подключились два человека. Итак, коллеги, если у вас будут какие-то вопросы по таблицам, пожалуйста, пишите их в комментариях. Всем спасибо, оставайтесь здоровы.